Соломбальская библиотека номер 5 имени Бориса Викторовича Шергина предлагает познакомиться с творчеством Александра Ивановича Куприна. Александр Иванович Куприн — талантливый русский писатель, для которого жизнь и творчество были неразделимы. В его биографии чудным образом переплелись радостные трагические события, взлёты и разочарования. О нём можно смело снимать приключенческое кино. Александр Куприн стал одним из самых колоритных личностей отечественной литературы. Он выбрал для себя реалистическое направление в литературе как способ доносить правду людям. Родился Александр Куприн 7 сентября 1870 года в небольшом уездном городке Наровчат, в Леспензе, в семье потомственного дворезнина. Рано оставшись без отца, Саше пришлось тяжело. После окончания сиротского интерната он стал курсантом военного училища, избрав карьеру военного. Выйдя в отставку, он никак не мог определиться, чем заняться. Менял город за городом, потому что не владел ни одной гражданской специальностью. И только благодаря Ивану Бунину молодой человек находит постоянное место в Санкт-Петербургском издательстве «Журналы для всех». И он решил связать свою жизнь с литературой. Первая проба пера будущего знаменитого писателя состоялась еще во время учебы в кадетском корпусе. Куприн начал со стихов, но его первые работы никогда не издавались. Первое опубликованное произведение — рассказ «Последний дебют». Но ни признания, ни даже похвалы молодой человек не получил. Но и это вовсе не умерило его писательский пыл. После этого появилась повесть под названием «В потьмах». Повесть «Молох» — это было первое крупное издание Куприна, которое появилось в печати в 1896 году. А о повести заговорили. И в молодом писателе увидели новую силу, входящую в русскую литературу. Повесть «Олеся» была опубликована в 1899 году. И по признанию автора, это одно из самых его любимых произведений. Главная тема — трагическая любовь городского барина Ивана Тимофеевича и молодой девушки Олеси, живущей в одинокой избушке на болоте в чаще леса. Пик в литературной карьере Куприна пришелся на начало нового века. Было опубликовано одно из самых популярных произведений — «Повесть поединок». В повести описывается история конфликта молодого подпоручика Ромашова со старшим офицером, развивающегося на фоне столкновения романтического мировоззрения интеллигентного юноши с миром захолустного пехотного полка, с его провинциальными нравами, муштрой и пошлостью офицерского общества. «Гранатовый браслет» — это роман о любви. О любви маленького человечка Желткова, который одержим всепоглощающей любовью к книге Невере Шейной, богатой светской даме, едва ли подозревающей о его существовании. Куприн осознал, что чистота романа отличает Желткова с его всепоглощающей страстью от большинства персонажей его рассказов. И как писал сам автор, «Я скажу одно — я никогда не писал ничего более целомудренного». И Максим Горький, который среди прочих высоко оценил роман «Гранатовый браслет», увидел в нём признак прихода новой литературы. Наряду с описанными выше работами Куприн писал и для детей. Его произведения проникнуты бесконечной любовью к родине, природе, человеку, ко всему окружающему миру. В рассказах для детей Александра Куприна заключена мудрая человеческая доброта и любовь художника-гуманиста ко всему живому и живущему рядом с человеком. Писателя отличает трогательная, нежная и прочная привязанность к детям и зверям, птицам, растениям. Для него они — воплощение природной естественности, чистоты и красоты. Александр Куприн много писал о животных. Его произведения добрые, трогательные, проникнуты искренней любовью и состраданием. Рассказ «Белый пудель» — о старом шарманщике, двенадцатилетнем мальчике Серёже и их верном друге пуделе Арто, которого люди воспринимают как близкого друга и не хотят расставаться с ним, несмотря ни на какие деньги. Впервые рассказ был издан в 1904 году. «Слон» — это рассказ про маленькую девочку, которая была нездоровой и равнодушна к жизни. И доктор советует не давать скучать девочке и выполнять все её капризы. Но беда в том, что у неё нет капризов. Но девочка однажды захотела слона. Этот рассказ нас учит доброте к животным, заботе о ближнем и тому, как важно надеяться на лучшее и никогда не сдаваться. Счастливый финал рассказа только укрепляет веру в правдивость этих мыслей. Эта сказка учит любить, верить, делать всё, что в твоих силах, ради родного больного человека. В своём рассказе «Золотой петух» Александр Куприн предлагает нам увидеть прекрасное в обыкновенном, обращать внимание на детали. В произведении рассмотрен, казалось бы, лишь утренний крик петуха, а также упомянут восход солнца. Однако эти простые явления вызывают в рассказчике бурю эмоций. Испытывать чувства, видеть прекрасное, радоваться жизни и всему тому, что происходит в природе, именно к этому призывает нас автор, описывая красоту окружающего мира. «Волшебный ковёр» — это история, в котором гармонично смешались реальность и сказка. Главный герой этой истории — мальчик Альберто Сантос Дюмон, который живёт в далёкой Бразилии. А и друг родителей мальчика много рассказывает ему историй про чудеса. И вот однажды... А какие чудеса произошли в жизни непростого мальчишки? Вы узнаете, прочитав сказку «Волшебный ковёр». Автор нас призывает хоть иногда смотреть вокруг себя глазами ребёнка. Александр Иванович Куприн писал произведения о войне, о любви, о социальных проблемах. Особое место занимают произведения для детей. Он писал о том, что видел сам, знал и чувствовал. И неудивительно, что его произведения отличаются реалистичностью и увлекают читателей. Он оставил после себя большое творческое наследие. Его произведения живы и будут жить ещё долго, находя отклики в сердцах новых поколений читателей. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...